Здравствуйте, уважаемые рукодельники и рукодельницы! Сегодня мне принесли на оформление очень красивую вышивку, называется Маруська и Каотовский фирмы Овин. Работа довольно большая, 3,4 на 40, выполнена очень аккуратно, канва 18, очень мелкая, смотрится великолепно. Вышивальщица это наша постоянная клиентка, она постоянно приносит, вышила она ее очень быстро, всего за 5 месяцев. Задник неплохой, просто ниточки она не обрезает до конца, она вот вышивает и оставляет такие кончики, поэтому выглядит не очень аккуратно, но на самом деле, если эти все кончики обрезать, будет очень хороший задник. Я думаю, что 5 месяцев это очень-очень короткий срок для такой вышивки, я бы ее вышивала гораздо дольше. Замечательный сюжет, рыбачок на лодочке ловит рыбу, а Маруська и Котовский, два кота, кошка и кот ждут, когда им подвезут рыбку. Изумительный просто сюжет, очень яркая, красивая осень. Так вот, сейчас я буду предлагать варианты багета, а вы потом в конце можете проголосовать, какой вам больше всего понравился. Вот этот багет с паспорту встроенным, это беспроигрышный вариант такой, очень он мне нравится и он сейчас довольно популярный, очень красивый багет и он подходит, главное, в любой интерьер. Он будет очень хорошо выглядеть вместе с этой вышивкой, элегантно, очень красиво и он не перетягивает внимание на себя, а только подчеркивает красоту этой картины. Еще один вариант паспорту темно-зеленого цвета, это вниз на кант пойдет. Вот я выбрала такое паспорту с рисунком, очень красивое, элегантное такое паспорту и очень уютное, мне кажется, что будет очень красиво смотреться. Значит, вниз мы делаем зеленое, темно-зеленое, сверху сделаем вот такой теплый цвет бежевый, и рамку можно сделать вот такую вот, она тоже такая элегантная, красивая, она очень подходит по тональности здесь к вышивке, и зелень эту подчеркивает. И вот таким образом можно будет сделать ее элегантное оформление, красивое. И тоже за счет паспорту увеличится размер, и рамка будет подчеркивать вот цветовую гамму замечательную, насыщенную, такая сочная. Еще один вариант у меня есть, приготовлен. Это вот такой темно-коричневый паспорту. Идет на кант, вниз, и верхнее паспорту вот такое зеленое. Цвет чертополох этой зелени, очень красивый, здесь есть такие акценты, и будет подчеркивать вот эту светлую зелень, которая есть на этой картине. Будет ее поддерживать вот здесь травка, вот здесь листва еще оставшиеся зеленые, очень хорошо будет смотреться. Рамочку можно сделать тоже такую, как зеленая, только коричневая, потому что у нас коричневый кант будет очень гармонично выглядеть. Вот таким вот образом. Здесь детальки вот эти вот, коричневые отблески от листвы идут, и в интерьер эта рама пойдет тоже очень хорошо. Последний вариант, который я вам покажу, то, что выбрала хозяйка этой вышивки. Она согласилась с этим паспортом, который я ей предложила, и выбрала вот эту рамочку. Более богатое оформление, но тоже очень красиво будет смотреться. Ответьте на вопрос, какой вариант понравился бы вам. Если вам никакой вариант не понравился, то напишите, как бы оформили вы эту работу. Закончили изготовление рамы для картины Маруська и Котовский. Посмотрите, что у нас получилось. Это выбор хозяйки этой картины. Я бы, правда, выбрала коричневый багет более такой спокойный, гладкий, но этот тоже вариант замечательный. Мне кажется, очень хорошо получилось. Понравился подбор багета? Ставьте лайк. Если у вас есть друзья, которые оформляют свои работы в багет, поделитесь этим видео с ними. Скорее всего, им будет это очень полезно. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok